Привет всем! Вы на канале Просто Детки и у нас продолжение обзора Дворецкого Остина. Сегодня у нас задания какие? Надеюсь, не знаю даже. Наверное шкаф уже не надеюсь поставить. Начнем ставить штакитник вокруг дерева. Наверное этим и будем заниматься. Уровень 602. Приступим. Мама опять там шарфик вяжет. Котик вот я переживал, что закончилось событие, когда ходит кошечка к соседской тоже. Кошечка приехала, но я кошечку эту поздравлю немного позже. Так, а вот смотрите у нас эти, в общем, как их, не кексницы, а поничницы. Как-то так. Так, нужно, 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 что же мне здесь нужно? Мне нужно ковер как-то расстелить. Для начала хотя бы. О, а вот класс, и ковер расстелится, и вообще там все будет сейчас, все будет просто супер. Бух. Один пончик уже вылился. Так. Наверное я... Да, сделаю еще одну ракету, это раз. Можно было попробовать сделать, наверное, бомбу. Ай, не получилось. Не получилось, не получилось. Ух ты, смотрите, сразу три пончика. Этот образовалось, и сразу они, в принципе... Ай, опять... А, не, все-таки сделалась бомба. И вот я их уже почти и вывел, да, вот. Один вывел пончик. Наверное, я все-таки сделаю здесь самолетик. И вот так вот еще один пончик выводится. Ха. Получается, вот так вот выведется третий. Осталось шесть ходов. У меня... Четыре ковра необходимо расстелить. Вот так вот один стелю. И печеньку там убрал, и второй. Ну, в принципе, чтобы не испытывать судьбу, я сразу... Пока есть возможность, расстелю еще один. И ракета с самолетиком... Расстелит последнее. Такой уровень. Красивый, интересный, и в меру сложный, то есть... Мне понравился. Особенно понравилось то, что я с первого раза прошел. Так, первый клубочек есть. Будем надеяться, что второй я тоже получу очень быстро. Но это уже третья звезда, которая есть в наличии, поэтому можно все-таки поставить штакетник вокруг нашего деревца. О, кстати, да, хорошо, что он не из двух частей состоит. Такой беленький, такой каменистый, и такой деревянный. Даже не знаю, какой выбрать. Беленький как-то не очень здесь смотрится. Каменистый тоже на газоне нет, как-то не совсем, не знаю. А это слишком ярко. Наверное, все-таки каменистый. Пускай будет каменистый. А заборчик, конечно, невелик, но и наши четвероногие друзья-невеликаны. Остин, может сделаем подсветку у дерева, повесим среди листьев маленькие фонарики, и красиво, и никто о заборчик в потьмах не споткнется. Ничего не напишет на нем и ничего не сделает с ним, да, в потьмах. А что, неплохая идея. Будет у нас волшебное дерево со светлячками. Так, опять три звездочки. Кстати, кто раньше спрашивал, как можно присоединиться ко мне в игре Дворецки, я вот уже одного друга добавил. Через Facebook, видите, можно теперь принимать, отправлять жизни, когда просят. Можете меня добавлять в Facebook. У меня там нету ни аватарки, ничего, то есть просто на, ну, по буквам Иван Харченко добавляйтесь в друзья, я приму заявку. И в те игры, в которых есть авторизация через Facebook, там всякие Angry Birds, там Дворецки, ну и многие другие, сможете дружить и в игре там что-то где-то кому-то помогать. А это было небольшое отступление, идем дальше. Здесь уже уровень, мне кажется, посложнее, чем предыдущий. В высоком случае, да, вот я вижу, одна ракетка можно сделать. Ну и сразу, естественно, ее использовать. Да, тяжко, тяжко будет в этом уровне, если честно. Самолетик. О, еще одна ракетка. А, и еще одна. Хорошо. Эх, там бомбочку можно было делать, а не получилось, ладно. Ух ты, еще одна ракетка. Супер. Наверное, я цепи все-таки разобью. И сделаю бомбочку, что намного круче, чем разбитие цепей. Дейнерис Таргарион в Игре Престолов. То есть, разрушающие оковы. Такие разбивающие цепи, да. О, кстати, мультишар. Вы это видели? Прикол. И еще один мультишар. По идее. Надеюсь на это, что я этот не испортил, да? Класс. Хм-хм-хм. А я что-то вообще замешкался. В том плане, что ходов очень мало осталось. А я рассуждаю о всяких вещах там непонятных. О, вот мультишар с ракетой. Вот она. Вот она, вот она, вот она. Я сначала все-таки, наверное, использую этот мультишар, потому что он все равно испортится. А уже теперь использую вот... А, я, конечно, надеюсь на этот мультишар с ракетой. Но дело в том, что там двойные льдинки во многих местах. И не факт, что они разобьются. Хотя, смотрите. Осталась только одна. Я приятно удивлен. Ох ты, ох ты, ох ты. Класс. А, у меня же цель не льдинки разбить, а эти красные бантики остались. И вот так вот феерически с помощью мультишара уровень пройден. Ну, пока все удачно. Два уровня пройдены без всяких там загвоздок. Почему, когда вот происходит событие этот, как его, высший пилотаж, не получается так проходить, да? Там и бустеры есть, и все равно не получается проходить с первого раза. А здесь без бустера, без ничего. И вот тебе, пожалуйста. И не сказать, что уровень легкий, да, был? Уровень был, мне кажется, очень сложный. Так, жизни есть на час, и это облегчает мне задачу без проблем закончить сегодняшний обзор. О, как раз вовремя. Сложный уровень. Приступим. Ух-то, и так. Надо как-то сразу вниз пробираться. Обычно сразу вариант какой-то есть, а здесь вот нет. Красненькая. Наверное, нужно вот так вот разбить эти цепи тоже и поехать вниз. Так, а здесь начинаем эти пончики собирать. Вот один уже появился. Раз. Отлично. Так, надо здесь цепь еще двойную разбить. Все, одну эту штуку убрал. Отлично. Смотрите, двойная ракета и мультишар. Ух ты, вот это класс. Да еще и, смотрите, мультишар с ракетой. Вот так повезло. Причем даже я их как бы и не делал, да, они сами там по собственной инициативе решили мне помочь, скажем так. Так, сверху я сделал еще ракетку на всякий случай. И вот здесь где-то ракетку я видел, да. И этой ракеткой сразу по трем этим аппаратам пройдусь. Смотрите-ка, что творится-то, а? Отворится такое, что в камне вроде как везет. Нужно цепь последнюю разбить. А, у меня же еще задача эти выбить печеньки. А интересно их они будут лишние? Или нужно уже сейчас их стараться выбивать? Так. Наверное, я так сделаю. Печенька выбью, пончик один выведу. Вот еще одна ракета. А хотя, зачем она мне нужна была такая? Да, пончики, печеньки лишние есть, поэтому не нужно на них сосредотачиваться. Так, ну что-то... О, мультишар. Ха, класс, смотрите. Чуть не пропустил его. Да еще и с ракетой совместился. Я думаю, это хорошая заявка на успех. Так, еще один пончик. И еще один. Супер. Смотрите-ка, раз. Вот так. Вот так. Ай, ракета стала на уровне с пончиком. Ну, в принципе, это уже никому ничем не помешает. У нас есть один самолетик. Вот так. Есть еще один самолетик, там и бомбы, и ракеты рядом. То есть, при любом раскладе можно было здесь спокойно завершать эту миссию. Ну, два мультишара. Как это? А сложный уровень против двух мультишаров не устоит. Точнее так, даже сложный уровень не устоит против двух мультишаров. С ракетами, да? Так, заработали третий клубочек, вторую звездочку. Надеюсь, следующий уровень будет несложно. По идее, такого не бывает, чтобы два сложных было подряд. 605 уровень. Так и хочется сказать, а где же эти стартовые бустеры? Так уже к ним привык в последнее время. Так, 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 так. Два самолётика, хорошо. Ой, наверное, зря я это сделал. Ага. Ху-ху-ху. Интересный, конечно, вопрос. Наверное, я вот так вот сделаю. И вот так. Нет, зря я это сделал. Хотя, возможно, я не зря. Вот, класс. Как сразу всё поменялось. Конечно, много очень нужно этих жёлтых фишек выбить. Так, я вот так сразу все бустеры свои использую за один ход, чтобы не тратить лишнее. И вот, что классно, я сделал бомбочку. И вот так её взорву. Супер. И фишек жёлтых много выбил. Так, нужно коробку там как-то разбить. Наверное, я вот так сделаю, чтобы фишки и вниз посыпались, да? Так, шесть печенек ещё нужно. Ходов-то мало остаётся. Я как-то так за ходы чуть подзабыл. Что-то мне это не нравится. Совсем. Надо делать мультишар срочно. Вот он, есть. И нужно ещё к нему пару. Как же её сделать? Опа! Ха-ха! Ха-ха-ха! Но боюсь, всё равно мне ходов не хватит на жёлтые фишки. О, ещё один мультишар. Хе-хе-хе! Вот так тебе на. Наверное, я его использую на жёлтые фишки, да? Потому что мне они нужны по заданию. Не буду там мало ходов слишком осталось, чтобы пытаться совместить там с чем-то его. 4 хода, 9 жёлтых фишек. А у меня реальных фишек вообще этих жёлтых на карте даже нет почти, да? Так, наверное, я сделаю вот так, смотрите. Ух ты, бомба! Три фишки! Три фишки! И дело в том, что там у меня двойное этот... двойное печенье на карте. Ну что же за напасть? Получается, по-любому мне нужно использовать молоточки. Наверное, не буду портить все настроение, использую молоточки. Так. Бух! Раз. Теперь смотрите, что я сделаю по идее-то. Ой, классно! Два самолёта, поэтому по-любому они должны полететь на печенье. Даже не два молоточка, видите, один я использовал. Ну, я думаю, один это не два, поэтому вы меня простите. Уровень был сразу видно сложно по количеству нужных фишек жёлтых. Так, смотрите, у меня есть три звезды. Давайте сделаем всё-таки подсветку для нашего дерева. почему я говорил, что до шкафов я опять не доберусь. Ну, это уже ёлка какая-то, а не дерево. Вот так вот и вот так. Это тоже ёлка. Наверное, лучше фонарики вот так повесить. Прикольно, как мотыльки такие, да? Отлично. Теперь с этими фонариками в листве наше фамильное дерево выглядит прямо как волшебный дуб друидов. Да, в темноте будет смотреться очень красиво, а даже жаль, что мне уже пора. Миссис Пиквик просила помочь с её любимыми настурциями. Что, даже не останешься выпить кружечку кофе? Ну, разве что совсем маленькую. Хорошая идея, я тоже свой кофе быстренько хлебну. Ах, ляпота. Дождёмся темноты, полюбуемся игрой света и теней. Ох, Остина, это так мило, ночь, звёзды, фонарики. Но, увы, сегодня я никак не могу, правда никак, не обижайся. Но, если у вас есть что-то ещё, то я останусь, да? Эх, научиться бы останавливать время. Давай, я хотя бы провожу тебя, и Кэтрин, спасибо тебе. Так, ну что ж, идём дальше. Так, что у нас здесь? Моё любимое масло. Я масло люблю почти так же, как и пену. Может быть, чуть-чуть меньше. Но всё-таки масло чуть-чуть легче выводить, чем пену, как по мне. Ну, дело в том, что я тут вообще... А, вот бомба. А я думаю, 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 что ж я тут пропускаю. Оказывается, вот всё-таки я увидел, что... почему я так долго думал. Потому что я нашёл бомбочку, да? Это вот ещё и ракета. Наверное, я не буду её использовать с самолётиком, я её просто так использую. А иначе с самолётом её бы куда-нибудь туда занесло бы. Туда, куда мне нужно. О! А вот это я хорошо сделал, как по мне. Ну, вот видите, бомбу куда понесло? Зачем она там нужна была? Вот скажите мне, зачем? Назовите мне хоть одну причину. Так, нужно масло раскидать. О! С левой стороны всё масло убрал. Теперь, теперь, теперь. Наверное... Так, стоп. Наверное, всё-таки вот так вот. Отлично. Ещё и бомбочку сделал. Туда ух. Класс. Пока всё классно. Так, нужно ещё масло убрать. Цепь разбить. Самолётик. А масло наступает. Наверное, вот здесь пончик. Я вы... Нет, сначала масло. Первым делом, первым делом самолёты, ну а девочки, а девочки потом, да, как в песне, так и это. Первым делом всё-таки масло, потом уже пончики. Уф, как тут что-то не клеится у меня чуть-чуть. О! Сразу, чтоб не плакался, да, на тебе мультишар. Ха, спасибо. удружили. Удружили, Так, ну, девять ходов у меня, нужно не расслабляться. А может, всё-таки его использовать, наверное, на такие вот фишки. Я думаю, это будет полезно. Хотя, что-то как-то... Так. Масло мне не даёт покоя. Опять наступать начало. Ну что ж такое. Ладно, вот, видите, никуда от меня мультишар с ракетой не делся. Вот она. Хорошо, ещё один мультишар. Ха-ха-ха. Ну, фактически мне он уже не нужен, да? Разве что для красоты его использовать. Но нет. Не буду рисковать. А то вдруг там опять что-то не получится. Ракетка там хорошо выводила пончик, почему бы её не вывести, когда у тебя остаётся два хода. Так, ну всё, Кейтри находит. Остин, давай, или сейчас, или никогда. Останавливай её. Так, шестой уровень. Ну, в смысле, на сегодня шестой. Опа, у нас здесь две карты. Это усложняет, конечно, задачу. О, смотрите, ну сразу сделал мультишар. Ой-ой-ой. Да ещё и с самолётиками. О, круто. А это, наоборот, облегчает задачу, да? Что-то усложняет, что-то облегчает. Так. Так. Бомбочка. Ай, можно было попробовать ещё один мультишар сделать, но уже, наверное, не получится. Этой бомбочкой я себе эту дорожку закрыл. Хотя вот, ещё одна бомбочка. И так всё, по-моему, хорошо, да? Смотрите-ка. Нужно всё-таки там как-то последний пончик вывести, ведь его ещё нужно будет доставить вниз. Наверное, я сейчас его вот так вот раз выпрыгиваю. Не, не выпрыгивает. Ещё раз нужно. Всё, отлично. Так, а по какой же дорожке он должен вниз ехать? Нет, не по этой. Сейчас я, наверное, так вот сделаю. Раз. О, отлично, угадал. Так, вот эти все три пончика. Один вот так вывожу. Кстати, вот здесь делаю бомбочку и сейчас, по идее, остальные тоже выведу. Нет, не хватило одного. Одной фишки в смысле. И всё. Вот так, в принципе, несложно прошёл первую часть. Ну, дело в том, что там повезло. Мультишар, конечно, нарисовался вовремя в самом начале, да? Здесь, я думаю, будет посложнее. Хотя, конечно, я надеюсь, что нет. Но, опять же, не сюда же коту масло. О, пончик уже сюда выперся. Не хочу ракетки совмещать. Лучше сделаю вот так. Я думаю, вы согласитесь. Правда, дело в том, что на карте фишек очень мало. Поэтому это поможет, конечно, но не так, как могло бы. Но могло бы вообще мультишару не быть, да? Поэтому не будем жаловаться. так. Наверное, я лучше вот так ракетку на самолете куда-то запущу. Отлично. Вообще, просто супер зашла ракетка с самолетом. Угу. 8 ходов в принципе проблем быть не должно. Да, кстати, я, наверное, сделаю лучше вот так вот. 8, уже 6. Что ж там пончик один никак не выведется на вторую часть карты? О, вот, наконец-то он поехал вниз. И вот так вот он почти уже внизу, да? А у меня там самолетиков целая куча, поэтому что? просто нужно использовать два самолётика. Раз. И два. Всё, порядок. давайте нам ещё сюрприза на 2 часа бесконечной жизни. Когда уже знаю, что нас ждёт, то не так интересно. Хоть бы какой-то рандом был, Раз там жизни, раз там бустеры, раз там, может, какую-то звезду. Так, ну, в принципе, я сегодня довольно-таки быстро проходил уровень, поэтому попробовал ещё один пройти уровень, чтобы всё-таки начать улучшение книжного шкафа. Поэтому 608 уровень нас ждёт. ух ты, прикольно. Смотрите, сразу бомбочку можно сделать, да? Разве это не чудненько? Ну вот и всё. Могло бы по-другому всё быть. Ох, ещё ракетка. По-моему, всё хорошо. А, ещё же газоны расстилать нужно. На всё это про всё 21 ход у меня остался. Вот это жесть. Я как-то сразу об этом не подумал. Ну вот хотя бы начну сейчас газон расстилать. Ох ты, а тут у нас бомбочка, да? Получится? Нет, не получилось. Я хотел их ракетку сделать с бомбой. Было бы классно. Так, ладно. Может я сейчас самолётик запущу на верхнюю часть карты? Нет, не получилось. Хотя, вот смотрите, что там творится. Там какая-то феерия прям. Но всё это закончилось не очень-то и удачно. Так, ладно. Да, вот мне подсказывают сделать бустер там. А вот и мультишар. Угу, это весело. Мультишар. теперь нужно всеми правдами и неправдами его как-то запустить. С чем-то совместить, в общем. Ай-яй-яй, не получилось. Это что ж такое? Шесть ходов. Просто сейчас я могу допрыгаться, как говорится. Вот, ещё один мультишар. Ух ты! Вот так, вау. Ладно, значит, я один использую на... каких у меня фишек много? Так, всех много. Синенькие, наверное, лучше было бы. Ну ладно, на жёлтое. Ай, нужно было на зелёное использовать, и тогда... Ммм... Четыре хода. Вот, для чего это сделал. Сейчас посмотрите. Смотрите, раз, и бомба наконец-то подъехала к мультишару. Но боюсь, слишком поздно. Я, конечно, буду до последнего верить в лучшее. Вот видите, здесь вот, получается, двойные эти были фишки. Ну как же это? Как же это обидно? Опять нужно использовать молоток, да? Получается, а куда мне его лучше использовать? Даже не знаю. Хотя, можно не молоток использовать, можно использовать, наверное, вот этот вот, кувалду, или как её назвать. Клух! Ай! Ай! Там же вишня ещё была! Получается, вишня, что осталась, она же не под газоном. Блин. Просто я могу использовать сейчас самолётиков, грубо говоря, несколько, но тогда они полетят случайно, и придётся тратить ходы. Даже не знаю. Я не буду рисковать. Я, конечно, рисковый парень, но вот видите, раз, и там вот ещё газон под ней. А самолётик первый мог бы полететь на газон, на вишню, а второй бы вообще в сторону, потому что, типа, у меня уже дела закончились там и так далее. А бустеров на карте, ну, не мере она, смотрите, то есть, у меня один-два хода лишних, и всё, было всё супер. Но вот так вот под конец чуть-чуть не повезло. Ну, где-то повезло, где-то не повезло, что же сделаешь. Так что, бустеров я сегодня немного потратил. Но зато прошёл 7 уровней, давно я не проходил 7 в обзоре, обычно 6. Так что, думаю, вам всё равно это лучше, чем, допустим, я сейчас не сделал улучшения. Посмотрим, какие у нас шкафы доставили. Вот такие, вот такие, вот такие. Такие больше под камин вроде как подходят, да? Хотя камин может ещё реставрировать будем. Этот не очень смотрится. Этот как-то тоже, наверное, всё-таки последний этот беленький. Сэр, а зачем вам такой большой книжный шкаф? Неужели у вас так много книг, чтобы занять все эти полки? Ахе, да сюда едва-едва поместятся мои самые любимые справочники и энциклопедии. А для всех остальных книг у нас есть библиотека. Правда, там сейчас лёгкий беспорядок, так что я храню самые нужные книжки в холле, а самые любимые здесь гостиной. Своя библиотека, здорово, эх, а у меня вот все книги, а на одну полку помещается. Всего одна полка, джеб, неужели вы так не любите читать? Что вы, сэр, читаю, конечно, только в цифровом виде, ну или аудиозаписи слушаю, очень удобно, пока свой гараж строил, всего Марка Твена прослушал. Электронные, цифровые, а я люблю шелест страниц, запах бумаги. Это, кстати, как я тоже люблю. У меня тоже книжная полка, ну не такая, может, конечно, большая, но хватает. Книг на всю стену в моей комнатке, где я вот работаю, записываю, да и на книжный шкаф смотреть гораздо приятнее, чем на экран планшета. Согласен. Полностью поддерживаю. О, впереди сложный уровень. Ладно, оставлю его на закуску, на следующий обзор. А сегодня я с вами буду прощаться, надеюсь, вам понравилось. Если это так, то поддерживайте это видео своими лайками, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья в фейсбуке, чтобы играть вместе, помогать друг другу жизнями. И оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч.